так ребята всем привет сегодня хочу рассказать вам как я нашел жену с помощью классической воронки найма и показать в целом как у меня организована воронка найма в асана давайте начнем с интересного я помню решил твердо у меня в карте цели есть такая цель жениться и я понял что просто так же ну мне не получается найти какие-то отношения были но женой там и не пахло поэтому я решил системно подойти к этому вопросу сделал вот такую воронку найма по сути это этапы до того как случится жена переписка свидания поцелуи секс отношения свадьба дети и вот в итоге моя жена у нас в апреле родилась дочка тема рабочая давайте покажу теперь как этот принципе я использую в классической ванки найма у нас есть какие-то этапы по которым должен пройти кандидат и важно понять что воронка она не проект она по сути процесс это значит что она условно бесконечная что в следующий раз когда мне нужен будет человек на эту должность я не буду под него делать новую воронку я запущу еще раз эту я откорректирую вакансию и сюда даже может быть старым людям которые в этой воронке уже есть пришлю еще раз тестовое задание например если человек год назад нам не подошел а сейчас нам нужно снова нанять там и из копирайтера я могу еще раз отправить тестовое задание если человек продолжает этим заниматься то вполне возможно что за год он уже подрос в скиле и нам подойдет что здесь еще есть интересно здесь есть форма на платном тарифе asana можно подключить формы сюда мы описываем вакансию и добавляем поля которые нам нужно чем это удобно все кандидаты которые откликаются на вакансию падают сюда в воронку и автоматически ставятся на человека который выполняет и чар функции сюда вся информация имя все ответы в общем они собираются здесь и это удобно в плане того что можно человека сразу же здесь со всей информацией по воронке прогнать и взять кого-то в работу вот такая простая техника как в asana можно и и жену найти и нужного человека в команду поэтому пользуйтесь на здоровье